Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Evoque 2012 года выпуска. Двигатель 2.2 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 100 тысяч километров, заменю на нем масло. Ну, скажем так, в угловом редукторе, он же является и раздаткой. Передний мост, все в одну. Ну, поднимаю автомобиль, снимаю защиту и смотрим, где у нас стоит раздатка. Поднял автомобиль, снял защиту. Я на этом автомобиле уже, по-моему, 40 или 50 тысяч назад менял масло в раздатке. Уже не удивляюсь, что здесь нету сливной пробки. Вот он, редуктор, корпус. У нас нету, не предусмотрено слива. Он только делается через одну пробку. Он же сливную, он же заливную функцию выполняет. Подсветил. Вот пробочка. Головка на 13. Берем, откручиваем ее. Диаметр большой там. Вот так вот отведу. И подведу. О, так будет лучше. Как и сказал, головка на 13. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, пробочку выкрутил. Теперь берем шприц со шлангом и откачиваем масло. Шланг так вот загнул. Немножко вниз. Проталкиваю шланг. Проталкиваю шланг. Состояние масла. Состояние масла видно. Что масло относительно чистое. А когда первый раз меняли, масло было гораздо грязнее. Хотя и это. Шприцы темные. Круто. Теперь. На соединение два шланга, шланг в шланг соединил, подсос воздуха идет, масло густоватое, поэтому я вот таким образом прогоняю и вытягиваю. Вот видно, пошел воздух в шланге. Это я уже вот остатки немножко жду, он подтекает, потом раз подтягиваю, там масло стекает. И в общей сложности я получается откачал с учетом вот этого, что находится в шприце, 500 грамм масла. Я в прошлый раз, когда менял, масла было мало в раздатке. В этот раз масла достаточно заменить. Вот сейчас заливая новое, можно двумя способами. Можно влить именно ту емкость, которую я откачал, 500 миллиграмм. И можно залить по уровневую пробку. Вот все уже, масла нету, откачал все. Залить по уровневую пробку и после этого откачать 100 миллиграмм. Чтобы выставить уровень, уровневая пробка в данном случае, она не является, то есть заливная пробка, она не является уровней. Масло в лендроверах должно быть чуть ниже заливной пробки. Это примерно на 5 миллиметров ниже должно быть. Тогда будет гарантия, что сальники будут ходить долго. Течи не будет. Беру новое масло. Вот масло, которое я откачал. В шприце на просвет смотрелось светлым, а так масло темное. Вот пол-литра здесь. Берем новое масло. Новое масло идет Кастрол. Бот 11895. Номер для заказа идет оригинальный. ЛР 003137. Закачиваю шприц, чтобы так же пол-литра мне влить, я его сразу дозирую. Вот если посмотреть в шприце, вот такое масло прозрачное. Я вот так же завожу и заливаю. Потихонечку, не спеша, по 150 миллиграмм три раза залью и 50 миллиграмм еще раз. Но весь этот процесс уже показывать не буду. А дальше берем новую прокладку под пробку кольцо уплотнительное. Номер тоже покажу. И закрываем. Все, заливаю остатки масла. И у меня получится, я залил 500 грамм. После этого можно взять даже проволочку. Или там можно пальцем проверить на сколько миллиметров ниже кромки находится масло. Все, залил. Беру новое колечко ЛР 001949. Одеваю его на пробочку. И закручиваю. Одеваю головку. И подтягиваю. Все. Замену масла в раздатке я закончил. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...